всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия сегодня хочу показать вам всходы катарантуса ну и вкратце расскажу в чем заключался посев и самое главное почему я хочу сегодня рассказать вам о катарантусе так нет это у меня плошечка сценария кстати сценария у меня на сегодняшний день вы выглядит вот так но речь пойдет не о ней сегодня хочу рассказать о катарантусе катарантус я посеяла в этом сезоне я вот так всегда делаю это сейчас я пришла с работы буду делать со всем со всеми плошечками встряхиваю бахилку и сухой стороной накрываю взошедшие всходы катарантус я до этого сеяла поверхностно и у него такие черные плотные семена и была проблема в том что заключалась проблема в том что он всходил вместе с этой с этим черным шлемиком в этом сезоне я решила присыпать катарантус попробовать таким и тем самым сделать эксперимент и я нисколько не пожалела мой катарантус выглядит отлично то есть посмотрите даже вот под бахилкой видно что зеленые здесь уже всходы есть то есть я наполнила плошку вот вы видите какого размера у меня плошка грунтом у меня это просеянный торф агробалт в него я добавила песок даже без агроперлита агроперлита у меня закончился его еще не покупала затем распределила по максимуму постаралась так вот разбросать и разъединить семена ну в общем я к тому что не бороздками я не сеяла там не в рядочке в общем просто-напросто разбросала да грубо говоря я семена по поверхности и сверху я присыпала чистым торфом без песка просеянным пушком в общем как говорится присолила и что я хочу сказать мне очень понравилось понравился вот этот посев он всходит вообще без проблем то есть вообще такой вот способ посева присыпанием катарантуса мне понравился больше если до этого повторюсь я села всегда поверхностно если в чем-то сомневаюсь боюсь мало ли что то будут какие-то проблемы то вот здесь я нисколько не замешкалась в общем и всем советую если вы еще не сеяли катарантус то поступайте также как я что же касается увлажнения увлажняла я грунт заранее в ванне пролила я водой отстойной не хлорированной в эту воду я добавила октару и привику все равно вы будете спрашивать то вот у меня есть ложечка ложечка обычная вот видите даже тут вот все удобрения я ею практически отмеряю вот на кончике но ложечки я добавляю на два литра воды это у меня октора а привикур я например если два литра это два миллилитра если один литр воды то один миллилитр сболтала грунт пролила показывала до этого вам чтобы так чтобы комок он как бы рассыпался в общем там чтобы болота не было наполнила плошки этим грунтом распределилась семена по поверхности сверху их опрыскала также водичка не хлорированной с добавлением циркона ну иногда я бы добавляю nv101 в общем ну без разницы посеяла я катарантус 28 января на седьмой день стал стал всходить у меня катарантус и вот на сегодняшний день сегодня 6 февраля у меня вот такие вот ложечки ну я хочу сказать что конечно не стопроцентная пока всхожесть но я думаю что здесь еще всходы будут и видите он так интересно всходит то есть вот так сначала корешочек на поверхности но затем этот корешок он уходит сам в одну в грунт в этом сезоне я даже ничего не заглубляла раньше я занималась такой процедурой когда например если у меня вот так вот да вот столько посевов то можно принципе посидеть и по углублять катарантус он на эту процедуру отзывается хорошо но в этом сезоне я думаю что я просто-напросто подсыплю так как у меня видите еще в плошке грунт места достаточно я сделаю подсыпку грунтом и будет все замечательно и красиво вот катарантус теплолюбивая культура очень теплолюбивая поэтому для проращивания мы конечно же его ставим на верхней на том на то место где у вас теплее всего сейчас тут у меня отключен свет не нравится вам вот отключила я верхнюю полку здесь у меня синий красный спектр на 50 ватт лампы и они еще дают тепло поэтому здесь у меня самая верхняя самая теплая полка и катарантусы вот у меня сходили при на теплой полке когда я убежусь в том что все катарантусы у меня взошлись взошли повторюсь я сделаю подсыпку тем же самым торфом и уже уберу бахилки на совсем катарантус у меня посеян двух видов из профессиональных семян катарантус халлоу и два вида семян от биотехники причем это с прошлого года у меня семена тату папайя и тату black черри схожесть вообще была равномерная и у тех и у тех семян то есть повторюсь на седьмой день я у меня появились всходы катарантуса так что в принципе я довольна посевом и всходами чего и вам тоже желаю быть довольными своими всходами но еще в этом хочу видео показать я то чего не показывала это статица статица которая меня вообще повергла в шок в этом сезоне в общем-то у меня покупатели просили чтобы я обязательно сделала в этом сезоне в ассортимент включила статицы это очень шикарный сухо цвет здесь у меня микс и из профессиональных семян я посеяла точно так же как и катарантус присыпала ее торфом и на следующий день вы представляете на следующий день статица у меня взошла и вот такие вот у меня плошки уже на сегодняшний день видите уже здесь грунт просох потому что я вчера уже убрала бахилку потому что ну нет не был нет смысла уже держать эти всходы 28 января посеянные 29 они начали сходить сегодня повторюсь 6 февраля в общем она у меня уже стоит без бахилки и вот сейчас я пришла с работы грунт вообще уже сухой сейчас буду все проливать опрыскивать рыхлить и так далее так что вот друзья вот такие вот у меня дела делишки на сегодняшний день с катарантусом поделилась с вами посевом и всходами потому что вопросы уже были неоднократно пока по катарантусу можно его принципе уже сеять приступать к посеву для того чтобы у вас были такие хорошенькие уже кустики шикарные довольно подросшие ну и к моменту реализации и в принципе тогда когда вы его соберетесь высаживать уже в кашпо ну и в общем то если вам мое видео понравилось то я предлагаю поставить мне пальчик вверх новых гостей моего канала я призываю подписаться и нажать на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых видео всем желаю крепкой здоровой рассады те кто еще только начали сеять семена желаю удачи и дружных всходов ну и всем нам я желаю крепкого здоровья до новых встреч и до новых видео пока пока